Рекламно-информационная программа. Сегодня мы здесь находимся. С нами такие прекрасные, замечательные девчонки. Их четыре, четверо. Четыре? Четыре девчонки, да. Замечательные, красивые. Я надеюсь, с прекрасными голосами. Мы их сейчас услышим. А мы сейчас прямо и услышим. Называется эта четверка «Эббикей Квартет». И мы представляем их. Это Елена Хачатурян. Это я. Это я. Как вам? Светлана Шабалина. Я. Ольга Бехтерева. Всем привет. Анастасия Чашникова. Ура! Квартет, да. Вокальный «Эббикей Квартет». И, не знаю, художественный руководитель этого всего коллектива. Или просто музыкант. Ход счастья. Заведующий. Замечатель по ход счастью. Эдвин Хачатурян. Он сейчас с гитарой сидит. И мы сразу же хотим попросить девчонок и Эдвина исполнить композицию. Затем мы уже начнем знакомиться с друг другом. Рассказывать о своем творчестве и так далее и тому подобное. Итак, внимание. В разных краях оставляем мы сердце частицу. В памяти бережно, бережно, бережно встречи храня. Вот и теперь мы никак не могли не влюбиться. Как не любить несравненные эти края? Долго будет Карелия снится, будут сниться с этих пор, с этих пор, с этих пор. Остров конечных ели ресницы над голубыми глазами озер. Белая ночь опустилась безмолвно на скалы. Светится белая, белая, белая ночь напролет. И не понять, то ли небо в озера упало. И не понять, то ли озеро в небе плывет. Долго будет Карелия снится, будут сниться. С этих пор, с этих пор, с этих пор, с этих пор. Остров конечных ели ресницы над голубыми глазами озер. Над голубыми глазами озер. О, у меня эти слеза потекла, девчонки. Это же песни моей юности. Это песни моего детства и юности. Локальные эпики и квартет. На самом деле, мы о вас, девчонки, тут не раз уже упоминали. В нашей студии, в нашей программе «Профопоход», в том числе Николай Даницкий. Да, Донецк очень вас нахвалил. Прямо говорит, родился у нас в городе такой коллектив. Рассказывайте себе, кто вы, откуда вы. Как так вы встретились? Елена Хачатурян. Можно я сразу перед нашими слушателями извинюсь? Буквально вчера еще занятие вечером я вела нормальным голосом. И сегодня проснулась вообще полным отсутствием этого голоса. Занятие где? В колледже культуры? Нет, в нашей студии, хаст-студии. Поэтому прошу прощения. На пении это, естественно, немножечко отражается. И на речи тоже. Я всячески стараюсь, чтобы как-то нивелировать это. Если бы не сказали, честно говоря, мы бы и не заметили. Коллеги по коллеге поддерживают. Пару слов расскажу о том, как мы встретились. Во-первых, как и все, что делается на века, это не произошло без мистики. Этот квартет, моя мечта, моя задумка уже более, наверное, 10 лет. Я об этом думала, создавала, искала материал. И 4 года я занималась поиском тех людей, которые будут со мной, которые будут видеть точно так же, как я вижу этот проект, которые будут гореть делом так же, как я горю этим делом. Это именно девушки в колледже? Именно девушек, да. Это была задумка. Молодые люди не рассматривали. Нет. Именно вокальный женский квартет, который будет исполнять ретро-музыку к 20-х, 30-х и до 60-х годов. Сейчас мы уже и 80-е захватываем. Просто песни очень хорошие. Да. Впоследствии будем, естественно, и готовить авторский материал, который будет стилизован под ретро-музыку. То есть это наш формат. Откуда такая тяга именно к музыке тех эпох? Возможно, из детства. С детства? Я не знаю, как у девочек, но я росла на музыке Битлз. И, собственно, это... Только эти кассеты были у нас дома. Родители, то есть, слушали Битлз? Нет, мы слушали. Кассеты валялись дома, а мы их слушали. Нет, а кто их приносил домой, эти кассеты Битлз? Видимо, папа. Но он их не слушал однозначно. Ну, это всё-таки такая вот стилистика, то у вас, как послушал, немножко раньше, чем Битлз. Немножко раньше. Да, и не договорила. И вот четыре года я искала наших девчонок. Я в космос, в пространство, в вечность. Везде искала. Объявления развешивали? Ищу! Развешивала объявления, да. Искала девочек, которые по типажу похожи. Ну, вот как мне. В общем, везде, везде. По типажу похожи на кого? На мечту. На мечту, да. Девушки-мечта. Обязательно красивые, обязательно умные, обязательно очень обаятельные и харизматичные. Ну, собственно, как... Вот это сейчас приятно было, да. И получилась ведь. И получилась интересная. И, собственно, вот самое интересное, что... Ну, я не буду, это долгая история, как мы нашлись. Но тоже интересный момент, что две девушки у нас из восточного поселка родом. Это Настя и Света. Это Оля и Света. Оля и Света, простите. И две девушки у нас родом из города Кирс, Кировской области. То есть вы северянки все? Северянки. Северянки все. Причем сестры из Кирса. Да, две сестры и две девушки, которые жили в соседних домах. Ну, можно и так сказать. Ну, встретились мы все в Кирове. И познакомились мы только здесь. То есть вы окончили школу у себя на родине, приехали сюда учиться, да? Так получается? И все куда поступили-то? Где учились? По-разному все. Я повар. Повар? То есть пение? Технолог. То есть пение это не основной вид деятельности? Нет, просто хор был. Хор, да, где-то с шести лет я занималась. И потом уже вот приехала сюда. А хор под баян был? Да. Под баян. У меня в детстве тоже под баян был хор. Папа играл. Это Света Шибалина, да. Да. Оля, у вас как? Вы куда поступили? Я поступила в колледж искусств. Я преподаватель фортепиано. Ну и параллельно еще специалист по рекламе. Такие, да, очень близкие профессии. Искусство надо продавать, чтобы выжить. Да, их можно сочетать, и я это делаю. Я продаю себя. Профессиональная певица, профессиональная вокалистка, так нельзя сказать. Можно сказать. Оля очень сильно стесняется, так же и Света. Вот вообще это свойство всех людей, которые достаточно глубоко погружаются в дело, которым они занимаются. Не встречала ни одного профессионала, действительно профессионала, который бы сказал так вот, головой махая флагом, что я профессионал, я крутой. Девочки, ну да, кроме мужа. Ну вообще, кстати, как раз мы сегодня обсуждали, низкая самооценка, это вообще свойство талантливых людей, да, людей с высоким IQ. Я покраснела от скромности. Настя, Ваша история. Я сейчас обучаюсь на зубного техниках. Ес! Ор, это творческая техника. Ну, это достаточно творческая профессия, мне нравится. До этого я училась год в колледже. В колледже по моей же специальности. Да, дирижер я училась. Дирижер. Да. Но как-то у меня не пошло. Это раньше называлось хорово-дирижерское отделение, да? Дирижерское хоровое. Дирижерское хоровое. А дирижерское хоровое. Я учился там два года, меня потом вырвали. Да, давно, близкие. Ну вот, у меня не пошло с этим делом. Но от музыки я не отказалась и занимаюсь до сих пор. Мне очень нравится. Да, мы все обязательно занимаемся индивидуально вокалом, каждая из нас. То есть мы совершенствуем. С отдельным преподавателем были как-то есть? Да, конечно, конечно. Это вообще очень сложно стать вокалистом, хотя бы, так скажем, приемлемо, слушаемым, без педагога. Это, ну, только нужно быть действительно фанатом этого дела и петь постоянно. Каждый человек индивидуален, безусловно, каждому человеку нужен свой специфический подход, да? Вот. Каждому из нас есть разное строение вот этого, да, всего голосового. И вот это вот уже звучит. И вот это, и вот это, и вот это. Откуда, откуда звук-то идет? Звук-то идет, вот как раз оттуда. Так, давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу, потом еще одну композицию, надеюсь, послушаем и приступим к розыгрышу. Культ поход. Встречайте, просим любить и жаловать, МБК «Квартет» сегодня в нашей студии. Елена Хачатурян, Светлана Шабалина, Ольга Бехтерева, Анастасия Чашникова. Собственно, их замечательные голоса мы сегодня и слышим в «Культ походе». И Эдвин Хачатурян акомпанирует девчонкам на гитаре. Хотим слышать еще одну песню. Выгнаем, что «Квартет» исполняет песни 20-х, 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, 50-х, 50-х. Когда-нибудь и какой-нибудь Эл-Джей, наверное, станет классикой. Да, сможем. Ну что, просим. Эдвин. Что споем? Давайте лолипоп. Леденца. Песня. Небольшая история. Когда ее писали, один молодой человек, гитарист, пришел на студию звукозаписи, опоздал на записи и объяснил это тем, что его дочери в волосах запутался или леденец, и поэтому он опоздал. То есть он распутывал? Да, он распутывал, опоздал, и у него подружка такая «Дай-ка накидаю быстренько», и получилась песенка «Лолипоп. Леденец». Лолипоп, лолипопу, лоли, 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 лолипоп, лолипопу, лоли, 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 л Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Тorzok